Микс Ньюс Микония Давыдова, директор фонда Германа Брауна и человек года, можно сказать, человек года в Латвии. Человек года в Риге. В Риге, да. В Риге, ну ничего. Поздравляем вас с этим титулом, с этим званием. И, может быть, начнем как раз с тех мероприятий, которые совсем скоро пройдут в новом зале в Старой Риге. В рамках мероприятий фонда Германа Брауна. Наш новый зал под названием «Артиссимо» начал работу 1 октября в Международный день музыки. Мы провели целую серию концертов и встреч. И сейчас мы возвращаемся к регулярной работе. И предлагаем нашим слушателям и зрителям и концерты, и литературные вечера. Я сейчас начну с того, что будет чуть попозже, чтобы потом плавно вернуться к тому, что у нас вот уже вот-вот-вот. В эту субботу, 23 ноября, мы ждем наших слушателей, любителей фортепианной музыки, любителей классики, на концерт замечательного фортепианного дуэта. Роксана Тарвид и Каспар Бумбеш, лауреаты международных конкурсов, только что, кстати, увенчанные лаврами на международном конкурсе имени Брамса в Австрии, будут представить нам новую программу из сочинений Шуберта, Рахманинова и Машковского. Они у нас играли уже на открытии нашего концертного зала. И все, кто были, все были на том концерте, все были в полном восторге. И очень многие придут к нам в эту субботу. И мы приглашаем наших слушателей на этот концерт и напоминаем, что в нашем зале прекрасная традиция, которую мы будем продолжать, это непосредственное неформальное общение после концерта или встречи и, конечно же, угощение. Если мы устраиваем салонные вечера, они не могут обойтись без бокала вина, чашечки кофе, каких-то вкусностей. И именно это мы и предлагаем, все это входит в цену билета. И все это вы сможете почувствовать, если вы в нашем зале еще не были. И завтра, в среду, 20 ноября, в 7 часов вечера, где вам предстоит прекрасная встреча с интереснейшим человеком и замечательным писателем Марком Яковлевым, который сегодня с нами в студии и который завтра проведет презентацию двух своих книжек. Одна, изданная два года назад, «Бродский и судьбы трех женщин». Я только что ее прочитала, еще не до конца. Я в восторге, потому что всегда писать о женщинах в жизни великих людей – тема опасная. Очень легко скатиться в такую якобы интимную желтизну, впасть в такой фамильярный тон и оказаться с великими за панибратом. И вот мне кажется, что Марку Яковлеву удалось соблюсти вот эту удивительную грань, где твои впечатления, домыслы, фантазии могут разыгрываться как угодно, но сам формат книги, он очень деликатный. При том, что масса интересного материала, и женщины неординарные, и женщины с разными судьбами, с разными историями, и по-разному пришедшие к Бродскому, но пришедшие к нему прежде всего как к литератору, и потом уже как к мужчине, и оставшиеся с ним как с литератором навсегда. Вот это удивительный формат и вот такая метаморфоза женской любви. Вот мне кажется, она чрезвычайно интересна и важна вообще для любого человека. А когда это касается Бродского, сейчас мы все на волне интереса к нему, так сложилось в нашей стране, что вот завтра, послезавтра другая премьера, а два года назад премьера Бродский-Барышников как бы подогрела этот интерес к творчеству великого Нобелиата. Кстати, как очень забавно, многие о Бродском узнали только благодаря спектаклю Барышникова, как выяснилось, но это уже на уровне анекдота, да, что о Барышникове мы узнали из фильма «Секс в большом городе», а о Бродском из спектакля Бродский-Барышников. Ну, поп-культура помогает все-таки нет. Поп-культура, ну да, но в случае это не поп-культура, это современная культура, я бы сказала, современная культура, причем другого жанра, театрально-литературная, она способствует распространению великих знаний, скажем так. Так, и вот мне кажется, и наш сегодняшний гость Марк Яковлев, он как раз способствует вот распространению вот этой живой культуры. Мало того, тут же еще один фокус, это же два рукопожатия и Бродский. Вот оно. Да, это тоже очень интересно. Поэтому мы всех, кто еще не распределил среду вечер, приглашаем завтра. Завтра, да? Это завтра. Да, это завтра, среда, 20 ноября, в 19 часов, в концертном зале «Артиссима». Встреча с писателем Марком Яковлевым, который представит две свои книжки. Они там будут и в продаже. Их представляет… Магазин «Озон». Магазин «Озон», известный всем. И… Будет возможность, я понимаю, автограф Сиси. Автограф Сиси. Мало того, еще очень важный момент. По просьбе Марка Яковлева, по его идее, мы пригласили им музыканта. Дело в том, что Бродский любил музыку, и я даже заинтересовалась, какую именно. Оказалось, что дальше барокко и раннего классицизма он не шел. Он любил музыку перголези, меркоданте итальянцев, да, Вивальди. Вообще любил Италию. Да, вообще любил Италию. Вивальди, он сказал, несколько раз в жизни его спасал эмоционально. Из классиков, классицистов он любил Моцарта и особенно Гайдена. И я это очень хорошо понимаю. А из современных ценил Шнитке. Ценил Шнитке. Весь романтизм мимо него. Но это, в общем, понятно. Было бы странно, если бы он был влюблен в Шопена. И на кто будет играть? Вот, и я хочу рассказать, что играть будет замечательный мальчик. Даниил Мицкевич. Он сейчас учится в старших классах школы Дарзиня. Он у нас играл в прошлом году в национальной библиотеке на моих концертов. Очень талантливый парень. И он будет играть английскую сиэту Баха. То есть он будет играть Баха. Он будет играть то, что любил Бродский. И я очень рада. Но это только определилось вчера, потому что он очень занятый. Вот сейчас перед нашим эфиром я как раз об этом сообщила писателю, что будет у нас завтра пианист и кто. Он мне сказал, ну вот, как всегда, муж все узнает последним. Я говорю, ну хорошо, что узнает хотя бы. Так что концерт завтра будет очень разнообразный. В этой встрече в ней будет и живое слово, и музыка, и автограф-сессия, и поэзофильм. Впервые у нас в зале, кстати, будет использована такая репродуцированная техника. Будет проект, телевизор. С компьютера мы будем показывать поэзофильм, который создал Марк Яковлев, и который посвящен как раз одной из этих трех героинь, как я понимаю. Да, совершенно верно. Но это мы все увидим завтра, мы все интриги рассказывать не будем. А сейчас я с удовольствием предоставляю слово герою нашей встречи сегодняшней. Да, мы сейчас, наверное, поговорим, может быть, и, кстати, вот по поводу поэзофильма. Я слышал, что всегда ваши презентации книг, ну вот, производили очень сильное впечатление именно мультимедийностью. То есть люди приходили, может быть, ожидая, ну, как какой-то, ну, такой рассказ, то есть лекцию сухую. И вместо этого, в общем-то, их ожидал несколько такой был неожиданностью. Ну, Олег, ну мы живем в другое время, вы понимаете, ну, 21 век, ну, стандартная презентация книжки. Выходит автор, садится, открывает свою книжку и начинает занудным голосом читать, что там написано. Конечно, вот это соотношение текста и визуального изображения, оно сместилось очень сильно. Это знают новые поколения, да и мы тоже знаем это. И поэтому я делаю презентации, конечно, мультимедийные. И я делаю с показом поэза фильма, а поэза фильма – это интересная такая штука, когда я читаю стихотворение, посвященное одной из героинь книги. Идет музыка, идет видеоряд, конечно, который показывает Лондон, где происходят события и так далее, и так далее. То есть это вот очень сильно оживляет, потому что люди воспринимают 75%, может быть, 80% информации визуально. На слух они, поэтому я предлагаю радио, болтком, еще делать и телевизионные передачи. Вот у нас, кстати, идет и прямая трансляция, и плюс ко всему еще фильм мы выложим. Коротко говоря, лучше один раз увидеть, чем сто раз. Поэтому всегда мои читатели смотрят на экран, видят, что там. Вы знаете, я хочу сказать, что книжка еще уникальна тем, что нам удалось получить лицензию Фонда наследного имущества Бродского на публикации трех рисунков, оригинальных рисунков Иосифа Бродского из архива одной из героинь книги – Эвелина Шац. Это Миланский архив Эвелины Шац, она такой уникальный человек, поэтесса, художница, режиссер, работала в Ласкало, например, она была ассистенткой Юрия Любимова, Андрея Кончаловского, когда они ставили оперы свои в Ласкало, ну и так далее. И вот я хочу вам показать этот замечательный рисунок. С котом, да. С котом, вот где автограммы Бродского, вот, и он есть на балу. Вот это вот оригинал. Я понимаю, что и фотография ведь тоже достаточно… Фотография – это отдельная история. Вы знаете, мне издать… Кстати, книга вышла в самом крупном издательстве российском. Это даже холдинг большущий. Большущий – это Эксмо Аст, это холдинг объединения двух издательств. Книга вышла во второй части в издательстве Аст, и они нашли эту фотографию в интернете. И когда они нашли ее, то… Бродский с котом. Я просто, ну, все время для тех, кто слушает нас по радио, поясняю, о чем это речь. Да, фотография. Это даже не фотография. И они мне ее прислали и сказали, вот мы ее берем на обложку. Я так скромно заметил, вы знаете, надо бы узнать, кто фотограф. Потому что я сразу понял, что это не просто фотография, а это портрет, сделанный очень профессионально. Это не домашняя фотография. Они говорят, ну, мы найдем, это не проблема, мы узнаем. Ну, крупная издательства, все. Проходит неделя, тишина. Проходит две недели, они не могут найти. Проходит три недели. Они мне пишут и говорят, слушайте, подключайтесь, пожалуйста. Мы не можем найти автора, а публиковать на обложке без разрешения, без лицензии просто невозможно. И я пишу своей героине, Валентине Полухиной, которая является ведущим исследователем творчества Бродского, который знает все о нем. Все. И она говорит, знаешь, я не могу сказать, кто автор этой фотографии. Я пишу Бенгту Янфельду в Стокгольм. Бенг, кто я, где это сделано? Это вы сделали? Он говорит, это не моя фотография. Очень похоже. Я могу сказать, что это сделано в саду дома, где жил Бродский, на Мортон-стрит в Нью-Йорке. И сделано на фоне стены. Но это не я. Это кто-то более профессиональный. Что делать вообще? Я не знаю, мы не можем определить. План уже есть, надо книгу выпускать, а мы не можем понять, чья фотография. Как вы думаете, что я сделал? Я без понятия сразу говорю. Инна, что бы я сделал? Ну и что же вы сделали? Я взял и фотографию выставил в Фейсбуке. У меня три с половиной тысячи друзей, так сказать, фейсбушных. И вдруг на следующий день одна профессиональная фотографиня из города Самары пишет мне. Вы знаете, эта фотография принадлежит известнейшему фотографу американскому, польскому происхождению, Чеслову Чеплинскому, который фотографировал Майкла Джексона, Ален Делона, Катрин Денёв, Барышникова, Бродского, Поля... Ну, в общем, колон суперзвёзды. И я себе думаю, ага, хорошо, значит, он фотографировал Майкла Джексона, а тут какой-то Марк Яковлев ему говорит, вы знаете, мы хотим взять вашу фотографию. Он скажет, да нет вопросов, ну, давайте там тысяч 30 заплатите за лицензию и берите её, пожалуйста, к себе. А проблема-то ещё в том, что его найти невозможно. У него есть страница, у него 200 альбомов и так далее. Где его? Я пишу ему на e-mail, тишина, потому что он его не смотрит никогда. Не проверяет. Не проверяет, вы понимаете? Где его искать? Что я делаю? Я смотрю, где была последняя выставка, звоню в Нью-Йорк и говорю, вот мне нужны какие-то координаты Чеслова-Чеплинского. У вас была выставка? Была. Мне нужен или телефон, или e-mail и так далее. Они говорят, ну что вы, мы не даём, это совершенно континенциальная информация и так далее. Я говорю, вы знаете, ну, как же быть? А у вас какой вопрос? И тут я говорю, покойный, у нас с ним совместный проект. Какой проект? Я говорю, я сделал книгу, и мы собираемся сделать его фотографию на книгу, а я его не могу найти. Ну, хорошо. Если у вас совместный бизнес, то мы вам дадим телефон. Он в Варшаве делает, кстати, выставку, посвящённую Шопену. Вот. Выставку, посвящённую Шопену, да. Вот. И я ему звоню в Варшаву. Звоню в Варшаву и говорю, вы знаете, Чеслова, вот такое дело, вот я автор, и хотелось бы взять вашу фотографию. Он так слушает и говорит, а о чём книжка-то? Я говорю, вот книга о Бродском, о судьбах трёх женщин, которые пересекли. Ой, Иосиф, я говорю, да, ой, как я его любил, и он начинает, и я вижу, что вот эта бронза, которая вообще на таком известном фотографии, понимаете, она потихоньку начинает спадать. А ещё что? Я говорю, ну там вот рецензия на спектакль Алвиса Херманиса, Бродский, Барышник, и Миша там, я говорю, и Миша там. А слушайте, ой, как я, я ведь его тоже фотографирую, я вижу, что он начинает как-то легчать, и может быть, как-то он пойдёт навстречу, понимаете. Вот. И потом он так задумался и говорит, я вам, у меня есть идея. Я говорю, какая идея? Я вам предлагаю совместный проект. Теперь он уже. Уже он заинтересовался. Я говорю, какой проект? Я автор, так сказать, нескольких книг, а вы такой фотограф с мировой величины, там, фотографирующий суперзвёзд и так далее. Кстати, я посвятил ему эссе Чеслову Чеплинскому, где описал вот нашу всю эту историю. И назвал эссе «Блуждающий среди звёзд». И она входит, и эта эссе входит во вторую книгу. Олиссея Катабродского. Олиссея Катабродского. Вот оно сюда входит. Вот. И он говорит, проект вот какой. Я собираюсь сделать в музее Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге выставку, посвящённую Бродскому, его пребыванию в Америке, Бродский в Америке. И было бы очень интересно, если бы я сделал фотографии, а вы бы сделали презентацию, и там ещё американские кабинеты у Асифа Бродского, и у зрителей сложилось бы многомерное представление. Вот фотовыставка, вот книга о Бродском, вот его кабинет, вот мебель, которую он использовал. И это было бы очень интересно. Я говорю, ну, замечательно. Он говорит, ну, так что, вы свяжетесь с директором музея? Я говорю, знаете, Чеслов, давайте так. Я столько слышал слов в своей жизни. Напишите мне e-mail. Будем работать, как в Германии. Алис Шрифтрих. Всё письменно. Через полчаса он мне присылает e-mail, где условия, значит, сотрудничества. И это фотографии, и свой альбом с 30 фотографиями Бродского. То есть, а сколько стоило поместить, если это не коммерческая тайна? Это стоило значительно меньше, чем я думал. Да, и я ему говорю, ну, Чеслов, что мы будем делать-то с лицензией? Я позвоню в бюро, я им скажу, чтобы они, так сказать, там не задирали и всё. И таким образом... Да, но купил лицензию я, а не издательство. Издательство, между прочим, холдинг. Это крупнейший холдинг России, выпускающий 100 миллионов книг. Оборот холдинга всего. 350 миллионов долларов. Это крупнейшее издательство, очень крупное. Они не смогли найти деньги, понимаете? А пенсионер... И когда я жене сказал, ну, что будем делать, потому что надо покупать лицензии на рисунки, а издательство не в состоянии этого сделать. Вот моя, как говорит один мой знакомый, моя умная жена, она сказала, пробьём брешь в семейном бюджете. И мы пробили брешь в семейном бюджете, но вы знаете, Олег, Господь существует, Бог существует. И он видит всё. И вот когда мы пробили брешь в семейном бюджете, Бог мне стал возвращать каким-то образом затраты. И, например, спектакль «Бродский барышников» я посмотрел бесплатно. А вот каким образом? Ведь получается так, что это был как раз тоже мостик, вот один из тех мостиков, которые были, лежали в основе создания этой книги, потому что она ведь появилась в результате нескольких эссе. Да, да. Да, вы знаете, всё началось... Знаете, помните первую фразу Библии, Олег, какая она? Вначале было... Нет, слово это уже Евангелие, а Библия начинается, вначале сотворил Бог небо и землю. Вот вначале у меня было приглашение из Лондона от героини книги Валентины Полухиной приехать к ней в Лондон на юбилей. И я думал, ну что ей можно подарить вообще? Почётный профессор английского университета, ведущий исследователь творчества Бродского. И я решил написать эссе о её жизни, уникальной совершенно судьба, уникальная женская судьба и о её творчестве. И написал его, опубликовал. Эссе подарил Валентине. Это эссе прочитала в Риме другая героиня, а не Лиза Олева. Это переводчица итальянская, поэтесса. И она прислала мне свою книгу под названием «Наизусть». Эта книга вышла как раз только-только в 2016 году. И все стихи её адресованы Бродскому. 75 стихотворений. И все адресованы Бродскому. Я прочитал книгу и написал второе эссе «Настеж или все лики любви». Оно тоже входит в книгу. И опубликовал его. Это эссе прочитала Эвелина Шац в Милане и прислала мне две своих книги. Понимаете? И я прочитал их и написал следующее эссе «Корни и Кроны». Потому что тоже судьба уникальная совершенно. От Корней до Крон. И там была глава. Здесь она есть. Тоже называется «Крона Бродского». И моя дочь, которая, знаете, папочку раньше не почитала вниманием. Нет пророка не только в своём Отечестве, но и в своей собственной семье. А тут дочь прочитала в «Новом мире» эссе «Корни и Кроны». Ей понравилась эта вот «Крона Бродского». И она говорит «Знаешь, ты тут стал Бродсковедом и приезжает, значит, Херманис привозит в Германию спектакль Бродский «Барышников». Я беру билеты. Я ей говорю «Ты знаешь, моя дорогая, может оказаться, что ты билетов не возьмёшь. Не переживай, я буду следить в интернете. Как только, так я сразу и возьму». Она взяла два билета в 29-й ряд «Портера». Я себе представил, как я сижу в 29-м ряду, а там на сцене вижу маленькую точку, которая движется, и это называется «Танцует Барышников». Понимаете? То есть я очень опечалился этому факту, но дочери сказала «Давай-ка мы с тобой пораньше поедем, потому что народу много. Может быть, пробки на автобане, нам надо припарковать машину». Ну, в общем, папочка, не переживай, у меня новый навигатор. «Давай-ка мы домчим за 15 минут» из Дюссельдорфа в Ливеркузен. Был в Ливеркузене. Это прекрасный зал «Байер-культура». «Байер» – это знаменитый концерн. Мы опоздали на 4 минуты, и в зал нас не пустили. Мы стоим, у меня лицо не очень радостное, я бы так сказал. И вдруг я в фойе, и вдруг кассирша, который видит нас, меня и мою дочь, говорит «Мужчина, подойдите ко мне». Подхожу, она говорит «Вы можете завтра не опоздать?» Я говорю «Мы можем завтра не опоздать, потому что буду за рулем я и без навигатора Google». Она говорит «Тогда я вам дам билеты на завтра в первом ряду. Потому что отсутствует оркестр, в спектакле «Бродский-Барышников» нет ни одной музыкальной ноты. Он полностью без оркестра. А у нас первый ряд всегда предназначен для оркестра. И вот вам билеты. Я говорю «Сколько они стоят?» Нисколько. Бесплатно. И эти билеты тоже входят сюда, в эту книгу. Здесь есть фотографии. Есть фотографии этих билетов. Да, конечно. Есть фотографии этих билетов. Мы взяли билеты, приехали, естественно, вовремя. И я смотрел, как работает, как танцует Барышников, как он читает с первого ряда, с расстояния, как я вот, Олег, вас вижу. Понимаете? Ну, естественно, я написал рецензию на это дело. А вот здесь мы, наверное, подвесим интригу. И буквально через две минуты продолжим наш рассказ о Иосифе Бродском и Михаиле Барышниковой. Продолжается программа «Встретились, поговорили». Сегодня у нас в гостях писатель Марк Яковлев, автор книг Одиссея Кота Бродского «Бродские судьбы трех женщин». Мы как раз говорим о Иосифе Бродском. Завтра будет возможность на этой презентации двух книг побывать. И вот мы говорим уже о том, что эти презентации невероятно, ну, становятся частью какого-то даже проекта, который объединяет эти книги. Потому что эти презентации проходили вот и в музея Анахматовой в Санкт-Петербурге. Это были презентации по всему миру, там, где... Живут героини. Героини. Причем они даже, я понимаю, принимали участие в этих презентациях. То есть, в Риме я выступал вместе с Анилизой Олева. Она одна из героиней в Лондоне с Валентиной Полухиной, она ведущая, исследователь творчества Бродского. В Милане с Эвелиной Шац. Вот. Она, кстати, сохранила, она сохранила эти рисунки. Вы знаете, я дал всем им как бы почетные титулы. То есть, Полухина у меня главбух Бродского. Главбух, потому что ее основная деятельность, коротко, если сказать, она считала его метафорой. Метафора, и тропы, и другие вещи. То есть, она объективно смотрела на его поэтику. Вот. Эвелина Шац, она бурлюк Бродского. Бурлюк, Давид Бурлюк, который поддерживал Велимира Хлебникова, всяческие его, так сказать, однажды он увидел, а Хлебников носил свои стихи в наволочке, как в мешке за спиной. Но он же был, так сказать, не от мира сего. Гражданин мира, да. Да, и вдруг бурлюк увидел, что один из листочков, из его наволочки, упал на землю, и он его подобрал. И это было знаменитое стихотворение о рассмете Смехачи Хлебникова. То есть, он как бы сохранил для человечества вот то, что... И Эвелина Шац точно так же сохранила рисунки Бродского и его итальянскую речь, которую он произносил на Сицилии в 1990 году, в июле месяце, когда его награждали литературной премией на Сицилии. И она сохранила эти рисунки точно так же, как Давид Бурлюк, и поэтому она получила почетный титул Бурлюк Бродского. Понимаете? А Барышников... Барышников, кстати, он начал ведь свою драматическую карьеру со спектакля «Метаморфозы», когда Роман Поланский предложил ему в конце 70-х годов сыграть в этом спектакле, потому что Поланский сам не мог сыграть, и он предложил, и Барышников сомневался, может быть, но он согласился, и он сыграл в этом спектакле «Франца Кавки», по Францу Кавки, «Метаморфозы», и было очень хорошо, удачно. То есть он именно как драматический актер? Как драматический, это была первая его драматическая роль. До этого все время были танцы, балеты и так далее. Это был конец 70-х, по-моему, годов, и вот он сыграл по Францу Кавки. А вы знаете, что Кавка завещал своему другу Максу Броду сжечь все свои рукописи. И Брод нарушил завещание, он не сжег их, он их сохранил для человечества. Вот спектакль «Бродский и Барышников» заканчивается одной фразой, одной строчкой из Бродского, где Бродский говорит, «А письма сожги, как мост». Их читает Барышников в самом конце спектакля. Так вот Барышников не сжег письма. Он их сохранил в своей памяти, и он ездит по всему миру и читает их слушателям. Понимаете, он в том же качестве, как и Макс Брод, он их не сжег. Он хотя Бродский и сказал, «А письма сожги, как мост». И поэтому Барышников получил от меня высокий титул «Брод Бродского». Вы вслушаетесь, как звучит. «Брод Бродского», то есть сохранивший его стихи в своей памяти, не сжег. Вот. То есть вот такие… Я хочу сказать, Олег, знаете, вот Инна говорила о том, что книга написана с таким очень мягко, и действительно это сложный процесс – сохранить границу и так далее. Но я пытаюсь представить их живыми людьми. Вот всех. И женщин, и которые. То есть Полухина, ее можно вообще сказать, что она въехала в историю на хвосте у Бродского. Понимаете? Это ее слова. Это ее слова. Но я ее показываю живой, потому что я люблю своих героиней. Понимаете? И именно в этом, вот живой, со всеми ее, так сказать, достоинствами, недостатками и так далее. Поэтому читать интересно. А в архивах как они пустили? Ну, то есть ведь я понимаю, что не каждому выпадает такая честь, радость. Ну, я не знаю. Кстати, рисунки, например, пролежали. Рисунки Бродского пролежали в архиве Евелина Шац 25 лет. То есть в 90-м году Бродский нарисовал их и подарил Евелине. И они лежали у нее пластом. И никто не видел. Понимаете? И вдруг я представил, что из-за каких-то денег читатели лишатся этого удовольствия посмотреть на оригинальные рисунки Бродского. И что, я не могу купить лицензию, понимаете, по сравнению с этим издательством. Конечно. И таким образом мы все-таки сохранили эти рисунки в книге и фотографии, вот этот портрет и так далее. Я хочу сказать, вот связь между первой книгой и второй книгой. То есть между книгой «Бродский и судьбы трех женщин» и второй книгой «Одиссея» и «Кота Бродского». Она, знаете, в чем? В том, что, путешествуя с первой книгой и с котом Бродского, мы делали презентации в Риме, в Лондоне, в Милане, в Тель-Авиве, где показывал Барышников. Кстати, из Риги следующая премьера была в Тель-Авиве. Да. Вот. И, то есть мы пошли как бы с котом по следам героинь, и по следам спектакля, и по следам самого поэта. То есть мы еще и в Санкт-Петербурге делали презентации, и в квартире музея Бродского на Литейном 24 тоже была презентация. И везде происходили какие-то совершенно случайные, непредсказуемые ситуации. Например, в Риме. Я делаю презентацию, как всегда, говорю, и вдруг задаю вопрос слушателям. Как вы думаете, кого имел в виду постум, когда Бродский в своем знаменитом стихотворении, значит, письма римскому другу, когда он обращается к постуму, то скоро постум, друг твой, любящий сложение, долг свой давний, вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гитер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. И я говорю, кто-то, постум вообще по римской мифологии, это человек, родившийся после смерти отца. Вдумайтесь, то есть отец зачал ребенка, погиб в какой-то битве, поскольку Римская империя воевала непрерывно, а потом родился сын. И это постум, родившийся после. Но кто это конкретно? И вдруг в зале встает человек, которого я первый раз вижу и говорит, а я задавал Иосифу Александровичу этот вопрос. Я говорю, каким образом? Ну каким? Я его водил по Риму, я ему показывал Рим, где не ступала нога туриста. Я говорю, ну-ка идите-ка сюда. То есть во время презентации вот такой. Оказалось, что это знаменитый корреспондент ТАСС, Букалов Алексей Михайлович, который итальянист, который 30 лет или больше живет в Риме, и который знал всех понтификов, начиная с Вайтила. И он говорит так, я его спрашивал, а мне Бродский сказал, а вы догадайтесь сами, это несложно. Загадка. Понимаете? И вот таких случаев, Олег, а в Санкт-Петербурге, в квартире музея Бродского, я говорю, вот вы знаете, дорогие друзья, Анна Ахматова, духовный наставник Бродского и наш герой получили премию на Сицилии почти в одном и том же городке. Тармины – это знаменитый курорт и так далее. И вдруг сидит одна дама в первом ряду и говорит, а я была знакома с Анной Андреевной. Я говорю, что? Она говорит, и с Иосифом я тоже была знакома. Я говорю, ну-ка идите-ка сюда. И начинается опять. То есть, Олег, я… Такие неподготовленные вообще сюрпризы. Случайные экспромты. Оказывается, что она познакомилась с Ахматовой вот в период, когда после войны, когда началась эта травля Золченко, Ахматовой и так далее. А с Бродским… А Бродского к нам Саш Кушнер привел домой. И она начинает вспоминать, о чем они говорили, что интересовало бы. То есть, это настолько интересно, вы знаете. И вот этот неподготовленный случайный экспромты натолкнули меня на мысль, что его величество случай играет очень большую роль в нашей жизни и, в частности, в творчестве. И надо уметь не пропускать их. Понимаете? Но ведь удивительно и еще одно такое, ну, я не знаю, совпадение это было или нет. Алвис Хермонис, ну, действительно, не очень любит читать рецензии на свои спектакли. И, тем не менее, вот на эссе «Роский Барышников» он обратил внимание, вот как это произошло. И на книгу, и на книгу. Ну, я написал, я написал… Вообще, книга меня поразила, я могу вам сказать. Я ее читал три раза, дневник. И спектакль тоже поразил, потому что спектакль уникален тем, что это такой синтез поэзии и хореографии. Понимаете? Я не знаю. И потом чтение Барышникова в начале, во всяком случае, оно было абсолютно невинным. То есть Барышников – прирожденный актер. Понимаете? Сцена, как его называет Хермонис, Барышников – это животная сцена. Это, конечно, так. Он на сцене чувствует себя как дома. Но как чтец у него совершенно невинный голос. Потому что чтение… И я пишу об этом в книге. Чтение я делю на три категории. Первое – это авторское чтение, так, как читал Бродский сам, так, как читала Бела Ахмадулина, знаете, так нараспев, раскачиваясь. А есть второй стиль или второй вид чтения. Это актерское чтение. Так читает Михаил Казаков, так читал Сергей Юрский. Замечательно. С декламацией, с жестом и так далее. А есть третий вид. Это вот личное чтение, которое может сделать только человек, близко знавший поэта. Понимаете? И вот у Барышникова именно это чтение. Но Херманис в книге пишет. И вообще Херманис, конечно, опытнейший режиссер. И он говорит, что сохранить эту невинность голоса вряд ли удастся. Потому что в начале, да, а может быть, а поскольку спектакли, я не знаю, три с половиной года или четыре года спектакли шли, вот, и я посмотрел несколько. Вот последний спектакль в Вене был, значит, ну, конечно, он приобретает определенный профессионализм и идет тренд в сторону, конечно, актерского чтения. Вот, но, тем не менее, спектакль уникален. А книга уникальна тем, что, понимаете, Херманис пишет о том, что он никогда не был у психиатра. И дневник – это, в общем, как бы интимная часть человека. Дневник никогда не пишут для того, чтобы его публиковать. Понимаете? Например, Анилиза Олева, и здесь есть кусочек, она свой дневник кодировала. Она писала на итальянском, но латиницей, русскими буквами, чтобы никто не мог его прочитать. Вот это дневник для себя. А Алвес писал дневник для чтения. И поэтому я назвал эссе «Дневник на продажу», потому что мой любимый фильм, между прочим, это фильм Анджея Вайды «Всё на продажу». Совершенно потрясающий фильм. Я его смотрел раз 20. И, конечно, Вайда более беспощаден, чем Херманис. Он продаёт вообще всё. Он продаёт смерть любимого актёра, Збигнева Цибульского. Понимаете, который погиб. Вы знаете, где он погиб? Он погиб по прославе. Ну, переходя в железнодорожный пути, нет? Нет, не переходя. А приехала Марлен Дитрих и 39-летнего Цибульского. И у Марлен Дитрих, которая была лет на 20, а может быть и больше старше его, ну, такой лёгкий роман завязался. И Цибульский проводил её. Она села в вагон, а он хотел поразить её. И он хотел прыгнуть в последний вагон, пройти по поезду и зайти к ней в купе и поразить. И он промахнулся и попал между вагоном и платформой. И погиб так, понимаете? А они начали снимать фильм. И половина фильма снята, как в 8 с половиной у Феллини, понимаете? И а куда идти дальше? И тогда Вайда сделал фильм о самих себе, где Беата Тышкевич играет Беату Тышкевич, где Альбрыски играет Альбрыгского, где жена Цибульского играет жену Цибульского. То есть все играют самих себя. Это потрясающе. И поэтому, и фильм назывался «Всё на продажу». И поэтому я рецензию на книгу Херманиса назвал «Дневник на продажу», сравнив его с Анжием Вайдой. — И ещё одно совпадение. У нас буквально осталось там 3 минутки, но не могу не сказать. Ведь если говорить о Ремарке, когда-то у вас отобрали книжку на уроке Ремарка, а затем через энное количество лет вы изучали архив Ремарка на его родном городе. — Да, вы знаете, я читал под партой книгу Ремарка «Три товарища», и учитель мне сделал замечание. После второго замечания он отобрал у меня книгу и прочитал её сам. И сказал, что у нас так не пишут, сказал он. А я сказал, нет, у нас так пишут. И привёл в пример Битова и его книгу «Дачная местность. Аптекарский остров». Тогда это был конец 60-х годов, они только-только вышли. Ну, вот ещё до Бродского у меня была книга, называется «Золотая адель». Две пьесы на трёх языках, на немецком, на английском и на русском она опубликована. И здесь две пьесы. Первая пьеса «Ремарка Замбона». Замбона, Ильза Юта Замбона, женщина, на которой Ремарк был женат дважды. Первый раз по любви. Она бросила миллионера, табачного фабриканта в 23-м году, когда в Германии разруха, голодуха и так далее. И ушла к этому ничего не значащему репортеришке в газете. — Ещё не было... — Никаких книг, никакого «Инвестонних Нойс» ни на Западном фронте без перемен. То есть она действительно... И она его толкнула написать эту книгу. И тогда она сказала ему, напиши то, что ты знаешь. Он говорит, а что я знаю? Я знаю только войну, я больше ничего не видел, кроме войны. Вот и напиши о ней. Ты кричишь по ночам, ты вспоминаешь своих друзей. И он написал. И он ей был благодарен за то, что она ему дала импульс, и он её всегда поддерживал. И когда в 1938 году запретили выезд, он её спас, он заключил с ней фиктивный брак, во время романа с Марлен Дитрих. В это время роман Марлен Дитрих... В 1937 году они начали встречаться. И она ему говорит, я не могу понять, Эрих, что происходит? Ты мне делаешь предложение второй раз выйти за тебя замуж, когда у тебя роман с Марлен Дитрих. И вот о ней я написал книгу, то есть вот пьесу. И мне бы хотелось, конечно... У меня вообще задумка здесь, чтобы книги, которые я вам сейчас презентирую, вышли на латышском языке. И я буду, наверное, встречаться с издательством, с латышскими, и попытаться предложить эти книги. А ещё одна, вторая пьеса, это «Золотая адель», это история знаменитой картины Густава Климта. И я её опубликовал, между прочим, в 11-м году на русском, в 12-м году на английском языке, а через три года Саймон Куртис снял фильм. Снял фильм «Женщина в золотом». Да, именно, «Женщина в золотом». И когда я говорил, что вот готовая пьеса, то Куртис сказал, вы знаете, у вас главный, у меня главный герой в пьесе, знаете кто? Это австрийский журналист Хубертус Чернин. Граф-аристократ, который помогал Марии Альтман раскопать бумаги и доказать, что у Бельведера нет прав на эту картину. А почему? А мотив был, потому что отец его сотрудничал с нацистами. И это искупление сыном вины отца. Вот была сверхзадача, так сказать, моей пьесы. А Куртис сказал, а у нас, у американцев это не поймут. У американцев понятие какое. У кого сильнее адвокат, тот выигрывает дело. И у нас главным героем будет адвокат. Ну да, все. Понимаете? То есть это разные подходы. Но, тем не менее, я хочу, чтобы, может быть, эта пьеса была переведена на латышский, и мы бы ее увидели в РИИ. Это было бы здорово. Я думаю, что здорово, если наш разговор продолжится вот завтра. Приходите в все концертные залы Артисима в 19 часов, и будет презентация двух лет. Олег, адрес Артисима в Вальню 9. В Вальню 9, да, в самый центр города. Спасибо огромное. Марк Яковлев сегодня был в нашей студии. До снова встречи. Да.